Наши святейши, уважаемые гости, мы рады вас видеть в очередной раз. Мы оценим участие вашей делегации в афирийском соборе и мероприятиях по случаю столетий Патриаршества в России. У вас, как раз, состоялась очень содержательная беседа с президентом Российской Федерации Владимиром Путином. Где обсуждались основные вопросы взаимодействия православных христианских церквей и особое внимание будет уделено необходимости дополнительных усилий по защите христиан прежде всего на Ближнем Востоке и на Севере. В этом регионе традиционно мирно сосуществовали представители самых разных технических, конфессиональных групп. Там зародились ключевые мировые религии и мы кровно заинтересованы в том, чтобы не допустить раскола по конфессиональному признаку в этом ключевом регионе мира. Российская Федерация самым активным образом участвует в усилиях, которые направлены на территории России. Россия, которые направлены на преодоление негативных последствий, близорухой авантюрной политики внешних игроков, которые затеяли интервенции в Ираке, в Ливии, в Сирии. Россия, которые посеяли хаос в регионе, подорвали основу государственности целого ряда стран и создали очень благоприятную среду для активности террористов и экстремистов. Негативные последствия этих явлений ощущаются широко за пределами региона. Мы вносим вклад в борьбу с ИГИЛ, прочими террористическими организациями, оказывая содействие акции наших воздушно-космических сил в борьбе с террористами, которые осуществляют правительственные силы Сибири. Мы делаем с одновременно усилия по налогу инфлюзивного национального диалога по урегулированию с Ирой, Ираком, Ливией и других стран регионов. с тем, чтобы оставить в стороне распри и объединиться в борьбе с террористическими войнами. Мы признательны вам за высокую оценку действий России. Мы очень рады вам за поддержку России в регионе и рассчитываем сегодня услышать ваши доверительные оценки происходящего и ваши советы о том, как мы можем в дальнейшем устраивать нашу совместную работу. Мы очень рады вам за поддержку России в городе. И я предлагаю вам за поддержку ваших людей о том, как вы можете поддерживать нашу совместную работу. Еще раз добро пожаловать. Большое спасибо, господин министр, за ваши добрые слова. В первую очередь хочу выразить нашу большую радость фактам нашего присутствия в Москве по замечательному поводу 100-летней годовщине. Мы приняли соответствующее любезное приглашение нашего брата Патриарха Кирилла. И поэтому сегодня мы с вами по этому замечательному поводу для всей православной церкви. Без этой православной церкви. В этой православной церкви был одновремен на основе с обеих relevanцами. И поэтому нам представилась очень хорошая возможность провести очень важные контакты с президентом России Путином, с вами, с патриархом Кириллом, в ходе которых мы обсуждали ряд вопросов как церковных, так и общую ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на Сирию и Льва. И хотели бы вновь выразить нашу благодарность в связи с позицией России, в связи с российским вмешательством в проблемы региона, особенно я имею в виду ситуацию в Сирии, а также поблагодарить вас за все то содействие, которое Россия делает и продолжает делать. И за два минувших года при помощи российской армии был уничтожен терроризм и был положен конец экстремизму и убийству. И сирийская армия взяла, вернула под свой контроль все территории, которые ранее были захвачены ЕГИД. И сейчас речь идет уже о будущем этапе, я имею в виду этап мирного политического регулирования в Сирии. Мы также хотели бы благодарить Россию за соответствующие усилия в данном направлении. Я имею в виду в первую очередь усилия в содействии переговорного процесса в Женею, в Астане, а также мероприятия, подготовка которых мы знаем, ведется. Конгресс национального диалога, который состоится в Сочи в ближайшее время, но это очень цель. Останавливающая. Останавливающая. Естественно, период последующих лет будет очень чувствительный, очень тонкий. Конгресса меня поддерживается. нашей встречи президент Путин произнес слова, которыми мы очень гордимся в пользу необходимости восстановления Сирии, это касается как восстановления инфраструктуры страны, так и восстановления церквей, монастырей, мечетей и домов с тем, чтобы простые люди, беженцы смогли вернуться домой и жить в спокойствии. И президент Путин подтвердил нам, что Россия намерена играть заметную роль на этом поприще, я имею в виду содействие России, содействие ПЦ, Патриарха Кирилла и всего российского народа. Также на предстоящем этапе речь пойдет о новой конституции Сирии. Ну, конечно, хорошо, Сирия. Все эти вопросы, я имею в виду политическое регулирование, принятие новой конституции и, возможно, возможно, проведения президентских и парламентских выборов, все эти вопросы решат судьбу как Сирии, так и всего Ближнего Восточного региона. И в этой связи, в этом контексте, я хотел бы сегодня подтвердить вам ряд важных для нас вещей и вопросов.